Приветствую вас. Ну, давайте мы с вами будем разбираться с тем, что вы написали. Значит, вы пишите. Я в своём ноутбуке создал, сам создал. Вы выделяете вот это вот, то, что вы создали сами, значит, я так полагаю, что у вас есть с этим проблема. Ну вот, с тем проблема, что, ну и с тем, что вы делаете сами. Вот так. Я думаю. То есть есть сомнения у вас в том, насколько вы делаете сами, насколько вы можете сами что-то сделать. Ну, вообще. То есть это же не просто так вот вы уточнили, что я сам сделал. Надо было ещё скобочку поставить. Знаете? Вот. Хотя, в общем-то, в целом, и так понятно, что вы сделали сами. Что, ну, что видео сделали вы. Что видео не мог сделать, да, в данном случае, другой кто-то. Вот. Понимаете? Какая история. То есть вот здесь вот у меня первый вопрос. Насколько вы себя чувствуете уверенным в себе? Насколько вы... Ммм... Находите гармонии с собой. Понимаете? Вот. Дальше. Несколько видео, точнее семь, с моими бывшими одноклассниками, как мальчиков, так и девочек. Я взял их фото из соцсетей, из специальной программы, отредактировал и мелодии по смыслу подходящие в фоновые поставил. Ну, определённо, здесь у вас есть творческий потенциал. Это да. То есть далеко не каждый человек может это сделать. Вот эти все видео я время от времени, честно, не очень прям часто, а с какой именно периодичностью, просматриваю. А зачем? С какой целью? Как вообще вам пришла в голову мысль это сделать? А вы с этими мальчиками и девочками общаетесь с кем-нибудь из, ну вот, из них? Вы общаетесь с кем-то из них? Вы поддерживаете с ними контакт? Почему вы взаимодействуете только с фотографиями? Понимаете, если, например, у вас с этими людьми и нет отношений вообще как таковых, вот, то, на мой взгляд, то, что вы делаете, только возвращает вас в прошлое. То есть мешает вам двигаться вперёд и мешает вам новые отношения выстраивать. Ну, потому что, грубо говоря, разматривая эти видео, вы пребываете вот в этом состоянии, когда вы, ну, вот, были с ними знакомы. И вы держите в памяти этих людей. И, удерживая в памяти этих людей, вы не оставляете место другим людям в отношениях, ну, в своих отношениях. Вы не оставляете место. И из-за этого вы рискуете сделать так, что в вашей жизни будут только вот эти вот вымышленные люди. Причём даже вы будете расти, да, то есть вы будете взрослеть, они будут взрослеть. А для вас этих людей не будет. Именно взрослых, вот, как таковых людей не будет. А будут те вот люди, которых вот вы запечатлели на фотографиях, вот. Ну, я не знаю, может быть, вы будете менять фотографии с годами. Это я так в теории как бы говорю, да. Ну, вот. Но! Но! Это всё равно будут некие такие статичные образы, неживые люди. Которые будут заполнять ваше осознание. И это не будет позволять вам выстраивать реальные отношения с людьми. Понимаете? Вот. И в этом смысле, конечно же, с психологической точки зрения есть определённый вред. Дальше. Значит, так, удалять я их пока не собираюсь. Почему? Я бы хотел у вас поинтересоваться, правильно ли я всё это сделал и делаю с психологической точки зрения. А правильно – это вот как понять? Правильно – это что? Правильно – это какой ориентир вы выбираете? Если, например, говорить о правильно, как о, допустим, морали, да? Ну, мораль, там, я не знаю, общество, там, вот эта вся история. С этой точки зрения, если смотреть, то нет, ничего неправильно вы не делаете, ничего плохого вы не делаете. То есть, предрассудительного, как сказал мой коллега, тоже ничего не делаете. То есть, тут всё нормально. Никаких моральных ценностей вы не нарушаете, ничего, никого не оскорбляется. Если говорить с точки зрения пользы и вреда себе, то даже здесь можно, в общем и целом, знаете, немного поспорить. То есть, ситуация такая, да, что есть вы, который получает определенные эмоции, определенные переживания от того, что он смотрит на фотографии своих одноклассников. То есть, это с точки зрения даже вот вреда и пользы, да, с точки зрения вреда и пользы, на первый взгляд, это в общем и целом, ну, вполне нормально. Но если копнуть глубже, то то, что вы испытываете, является исключительно иллюзией. То есть, в каком смысле иллюзией? Иллюзией в том смысле, не в том смысле, что этого нет, а в том смысле, что это существует только для вас. То есть, это не объективно. И поскольку это точно не объективно, а субъективно относится к человеческим отношениям, вот, именно к человеческим отношениям, что воздействие возникает проблема. Потому что, человеческие отношения нужно строить с другими людьми. Это раз! То есть, ну, с другими людьми, да, не с собой, не с фотографиями, а с другими людьми, с реальными людьми. Это раз! Два! Если эти одноклассники для вас дороги, а вы не смогли, ну, бывшие одноклассники для вас дороги, а вы не смогли с ними удержать отношения, я полагаю, что если бы вы, ну, если бы вы с ними общались, то, я полагаю, что вы бы не создавали фотографии с ними. Ну, вы бы просто с ними общались, и необходимости в фотографиях бы не было. Вот. Значит, вы не удержали с ними реальные отношения. У вас не получилось с ними реальные отношения сохранить. Ну, я не знаю, либо вы с ними не общаетесь, либо что-то ещё. Вот. И у этого есть причины. Почему? Я? Из-за чего? Я? Как моё поведение повлияло на то, что я не смог удержать отношения с этими людьми? Что я должен фотографии с ними смотреть, вместо того, чтобы общаться с реальными людьми? Вот. Можно вопрос поставить немножко по-другому. Можно вопрос поставить так. Могу ли я сейчас что-то сделать, чтобы с этими людьми общаться? Реально. Не с фотографиями, да, а реально. Есть у меня сейчас друзья вообще. Да? То есть, если у меня те, кто, ну, кем я дорожу сейчас, вот на данный момент. Есть ли у меня эти люди со мной? Если есть, почему я думаю в этот момент о других, да, сделая фотографии? Если у меня есть те же одноклассники, то для чего мне фотографии тогда нужны? То есть, получается, мне не хватает общения с ними. А чего именно мне не хватает? Ну вот, чего конкретно мне не хватает во взаимодействии с ними? Знаю ли я, чего мне не хватает во взаимодействии с ними? Понимаете? Вот. То есть, вот такие нюансы, да, они важны. Ну и, собственно, момент последний, да, что если у меня никого нет из друзей, то заменит ли мне, вот, фотографии реальных людей, опять же. И не потому ли я создаю фотографии людей, то есть, тут трачу свое время на это, да, трачу свои силы, энергию, это ведь не так просто, да, там создавать видео, вот. Потому что у меня нет других людей рядом со мной. Если так, то это реальная проблема, которую нужно решать. И фотографии в данном случае не приближают вас к решению проблемы вот этой вот, да, которая, ну, которую я описал. То есть, эээ, отсутствие реального общения с людьми, это, эээ, серьезно. А то, что вы делаете фотографии вместо того, чтобы, эээ, ну, взаимодействовать с реальными людьми, это еще серьезнее. Далее, значит, эээ, так, просто некоторые из моих одноклассников для меня дороги, и сейчас я, эээ, и сейчас я так их отблагодарил. Эээ, ну, знаете, эээ, немного странный момент. То есть, если вы хотели отблагодарить одноклассников своих, то какое это отношение имеет к ним? Что, что вы сделали видео, вы еще им видео не показали? Как я понял. Опять же, эээ, может быть, и показали, я не знаю. Вот то, что, эээ, вижу я, да, эээ, не говорит о том, что вы показали их. Знаете, ну, то есть, может быть, может быть, вы показали, может быть. Может быть, вы так их отблагодарили, не знаю. Но я исхожу из того, что вы, вы сделали эти видео, эти видео находятся у вас на компьютере, вы их пересматриваете, все. Кому благодарны? Благодарны. Как эти люди, эээ, позитили, эээ, получили позитивные эмоции, эээ, от того, что вы сделали? Не обманываете ли здесь вы себя, эээ, ну, вот, эээ, фразой, что облагодарили их? Далее, эээ, если человек вам дорог, почему вы решили, что, эээ, создание таких слайдов, это благодарность ему? За что благодарность человеку? За что его благодарить? За что лично вам благодарить этих людей? Понимаете? Если вы их за что-то благодарите, они должны об этом узнать. Понимаете, что там дело? Вот. То есть, здесь, момент странный, странный, конечно. А, нет, видео, пожалуй, прикреплять не стоит. А, у меня к вам будет, эээ, вообщем, последний вопрос у меня будет к вам. Эээ, вот, у вас одноклассники. Есть у вас, у вас есть одноклассники. Эээ, значит, эти одноклассники, они бывшие, они, эээ, как бы это сказать, эээ, ну, были для вас таковыми. Эээ, вот, значит, если я правильно понял. Эээ, и сейчас они вроде таковыми не являются. Да? Вот. Значит, вопрос звучит так. Вы, эээ, в дальнейшем, когда, эээ, ну, например, будете работать или учиться, или если вы сейчас работаете, учитесь вроде как, по идее, уже пора. Вот. А вы там тоже будете вспоминать об одноклассниках? Не будет ли это негативно влиять на ваше взаимодействие с сокурсниками? Это первый вопрос. И вопрос, пожалуй, еще второй. Есть ли у вас реальные друзья? Есть ли у вас девушка, например? Понимаете? Вот. Ну, и, так уж, совсем из области, из области, эээ, предположений, какие у вас отношения с отцом? То есть, вообще, эээ, насколько вы близки, эээ, со своим отцом, эээ, в хороших вот с ним отношениях или нет? Вот. И насколько вы близки со своей мамой? Вообще, как много женщин в вашем окружении? Эээ, именно, вот, близком. Ну, непосредственно семейном. Да? Вот. Об этом, ну, это так, это чисто, если, эээ, если, эээ, ну, задел на будущее, скажем так. Вот. Эээ, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, ээээ, дополнительные вопросы, эээ, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...